На прошедшей неделе в Ленинском районном суде стартовал долгожданный процесс, связанный с многочисленными скандалами вокруг МЖСК «Озеро». Этот многообещающий проект с поэтичным названием десяток лет назад воодушевил очень многих инвесторов. Тогда на старте они даже и не могли предположить, какими долгими будут их хождения по муку. В сегодняшнее судебное заседание явился подсудимый Олейников. Подсудимый Олейников, встаньте. Была ли вам вручена копия обвинительного заключения? Да. Когда это произошло, помните? Я не помню. Итак, в мошенничестве обвиняются члены кооперативной концессии Игорь Олейников и Антон Бочаров и председатель МЖСК «Озеро» Александр Побров. Им инкриминируют двойные продажи и присвоение денег доверчивых пайщиков. И поскольку это нелицеприятная правда колет под судимым глаза, один из представителей возражает против присутствия в зале заседаний видеокамер. Безусловно, присутствие средств массовой информации с учетом властности судебных процессов, оно, ну, мы никогда не можем возражать при оглашении приговора, который когда-то произойдет. А на данной стадии я предлагаю, что это, в общем-то, теоричный интерес от судимых. Впрочем, реконструировать скандальную историю МЖСК «Озеро» нетрудно. Для этого достаточно адресоваться к архиву прецедента. Впервые в поле зрения программы эта площадка попала еще весной 2010-го. В 2007 году купили квартиру вот в этом доме, второй этаж. На сегодняшний день мы имеем вот этот дом без канализации. Тогда пайщики кооператива даже не могли попасть на родную площадку. Знакомьтесь, Александр Бобров – один из основных вдохновителей амбициозного проекта с многообещающим названием «Озеро». Мы его задумывали, этот проект, оформляли бумаги все. Агентство является девелопером этого проекта. За модным термином «девелопер», как за деревьями, леса порой не разглядишь. Но мы все-таки постараемся разобраться. Итак, основным инвестором площадки являлся МЖСК «Озеро», который аккумулировал средства пайщиков. Заказчикам-застройщикам было общество с ограниченной ответственностью, новая альтернатива. Пять лет назад на вопрос, почему проект заколодило, Александр Бобров, не моргнув глазом, отвечал. Застройщик не смог построить этот объект. Причина, я думаю, что плохой организации. К новой альтернативе отношения прямого не имеет. К новой альтернативе только тем, что мы оформляли документы все. Мы были бы и рады тогда поверить Александру Ефимовичу. Но не получалось. Дело в том, что учредителем ООО «Новая альтернатива» застройщика проекта был родной сын Боброва, Леонид Александрович. Новая альтернатива не только не справилась со своими обязанностями застройщика, но и попыталась обанкротиться, неожиданно сменив юридическую прописку с Новосибирской на Иркутскую. К счастью, эта афера не удалась, и в декабре 2009-го арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении нехорошей компании. Между тем, с каждым годом страсти вокруг проблемной площадки только продолжали разгораться. Пайщики кооператива то становились участниками многочисленных пикетов «Вас верни нашей планеты! Вас верни нашей планеты!» до настоящих потасовок у ворот строительной площадки. Но даже это, как говорится, дела давно минувших дней – предание старины глубокой. В последний раз здоровьем этого кооперативного пациента мы интересовались три месяца назад. Итак, реальные перспективы реанимации забрежили в июне 2012-го с подписанием мирового соглашения. В соответствии с ним вопрос банкротства новой альтернативы был закрыт. Аутсайдер уступил место на площадке другому игроку ООО «НСК «Авантаж». На сегодняшний момент наша компания в достройку инфраструктуры и объектов – это жилые дома номер 2, номер 8, номер 10, который был на уровне свайки, уложила 240 миллионов рублей. Но за последние годы в эксплуатацию удалось сдать только два дома. Были Дельта достроены, и вот ровно в Новый год, 31 декабря, был сдан дом Зорница, где я буду жить со своей семьей, надеюсь, скоро, этим летом. Максим Безбородов на самом деле уже скоро справит новоселье. У нынешнего же застройщика «НСК «Авантаж» возникли серьезные проблемы. Наиболее тяжелые дела обстоят, конечно, с таунхаусами. Хотя мы и заявились на ввод этого объекта в этом году, но посмотрим, во-первых, как ситуация будет развиваться на строительном рынке. Жилой дом номер 10, сейчас часть материалов закуплена, в ближайшие, может, месяц мы возобновим работы. Но этот прогноз, который Андрей Рощупкин дал летом, так и не оправдался. Жизнь замерла вот по какому факту. Мэрия города Новосибирска наложила арест на мои счета, на мое имущество по факту неуплаты арендоземельного участка. Это еще и долги, которые пришли с новой альтернативы. Почему-то на тот момент мэрия не судилась, ни в деле о банкротстве не участвовала, а долги, ну, как бы, понятно, перекинули на меня, и вот сейчас такая ситуация. Но судьба на гастроидальной площадке будет зависеть не только от того, найдут ли общий язык мэрия и НСК «Авантаж». Над компанией нависла угроза банкротства, инициированного неким ООО «Магистр». Мы считаем, что «Авантаж» может это доделать, если не будет препятствовать Бобров со своей командой.